Визы в Индию Визы в Индию В октябре, в ноябре, в общем, в 2002 году У меня вот так друзья тоже очень сильно обломались Они всегда приезжают на сезон И решили подать на обычную визу Не электронную С надеждой, что им дадут ее на 6 месяцев Заплатили они, как за визу на 6 месяцев Она достаточно дешевая, но в итоге их дали только на 3 Они были ужасно злые И причем там, в национальной визе Отсчет начинается именно со дня выдачи визы А не со дня приезда, как в электронной Поэтому, как бы, свести все за и против Вы будете готовы вот к таким рискам, что можете подать На полугодовую визу, а в итоге получите всего на 3 месяцев Очень популярный был запрос в 2022-2023 годах На транзитную визу Потому что очень много появилось билетов с транзитом через Индию У меня есть отдельное видео, я специально записывала С транзитными визами, я его прикреплю в описании Если вам нужна транзитная виза, лучше пройдите По ссылочке и посмотрите внимательно на то видео Но если сказать вскользь, то транзитных виз не существует Как таковых, и вам нужно оформить Любую туристическую визу, она вам подойдет Какую же все-таки выбрать визу Туристическую? Она есть на 30 дней, на год И на 5 лет, у них разный консульский сбор, поэтому Разная цена, часто выбирают для транзитов на 30 дней Но тут нужно Для экономики, конечно же, но тут нужно подумать Если вы реально едете в один конец и больше В течение нескольких лет не планируете Приезжать просто в Индию Либо лететь через Индию, то в принципе может быть на 30 дней Она вам и достаточно, она двукратная Но если вы в принципе планируете Обратно лететь, либо куда-то еще лететь Либо в принципе еще приехать, может быть в Индию Тогда может быть стоит рассмотреть вам варианты на год И на 5 лет То же самое касается, например, турпутелок Часто люди берут, ну зачем нам большая виза, вот мы сейчас хотим приехать в Атуру Там всего лишь на 10 дней, нафига нам это годовая, либо 5-летняя Опять же, если вы в принципе допускаете возможность То, что в течение года, либо 5 лет вы еще захотите приехать в Индию Может быть стоит один раз сделать вот ту же визу на 5 лет И потом спокойно вообще брать путевки Хоть за день до вылета у вас уже будет готовая виза Потому что очень часто именно люди Ай, такая классная путевка появилась с вылетом послезавтра А успеем ли мы сделать визу? А вдруг не успеем, а вдруг отказ? Ну чтобы этого не было, у вас виза уже будет на руках И вы спокойно в течение 5 лет сможете пролетать через Индию в другие страны Либо в Индию по путевке, либо самостоятельное путешествие совершить Поэтому подумайте все-таки насчет годовой, либо даже 5-летней визы Также по этим видам виз у меня есть отдельное видео Можете на него перейти и посмотреть подробно Потому что если я буду все-все рассказывать здесь То это будет очень долгое видео А их в принципе сейчас мало кто в состоянии все посмотреть Так как у нас мы уже привыкли получать информацию Как можно быстрее и четко по нашему запросу Поэтому транзитная виза одно видео Туристическая виза у меня есть отдельно другое видео Также, если вы планируете приехать на сезон Не хотите заморачивать ни с какими визорами и эксинпермитами Продолжаем мы оформлять бизнес-визу Которая дается на год, но с непрерывным нахождением в течение 6 месяцев То есть вы можете приехать на ней на весь сезон Сезон это обычно с ноября по март И спокойно здесь сидеть Далее можно сделать регистрацию этой бизнес-визы И можно вообще не выезжать и сидеть в Индию год Виза это конечно стоит уже значительно дороже Но смотря у кого какая потребность У кого какие задачи по нахождению в Индию Возможно она вам подойдет Для оформления ее необходимо пригласительное письмо из Индии Соответственно если она у вас есть, хорошо Если нет, опять же обращайтесь к агентствам Например мы делаем эту визу под ключ Вместе с приглашением Часто задаваемый вопрос от вас по туристическим визам Обязательно выезжать каждые вот эти 90 дней В ИТАЛе конечно же лучше выезжать Если у вас есть возможность сделать визерант Сделайте его Потому что exit permit пока их дают Пока вроде бы как у нас есть для этого повод В связи с нашей нестабильной ситуацией Но каждый раз вам его придется продлять То есть они его дадут Могут дать вам вообще на 10 дней Только может на пару дней Могут дать на месяц Могут дать на два Я знаю людей, которые сидят еще со времен ковида Это уже более по-моему 2,5 лет На этих exit permit Это конечно да Но потом когда они выйдут из Индии Дадут ли им новую визу Вот это большой вопрос В визаранах нет ничего страшного Просто вы можете провизаранить абсолютно в любую страну Не обязательно там лететь В России например Самая популярная страна для визарана Это Непал Можно на самолетике слетать Можно в принципе даже и автобусом Но автобус конечно Ну в общем я один раз ездила на автобусе Я вся посидела там По этому серпантину По вот этим крутым поворотам Над пропастью Если водила отчаянная У нас как раз был непальский отчаянный водила Я просто там крестилась Еще и остановки он почти не делал на туалет Это было конечно кошмар Больше я автобусами ехать не хочу Но насколько я знаю Это самый дешевый вариант Посмотрите билеты на самолет Они бывают там под 7 тысяч А я в этом году У меня в этом году была дница на год По 90 дней И я сделала визаран в Бангкок Впервые была в Таиланде Мне безумно понравилось Я думала это будет визаран А это получилось как одно из самых лучших путешествий В моей жизни Мне очень понравился город Бангкок Виды, природа, погода, еда Все было просто замечательно Люди отличные, приятные По поводу ковидных ограничений Будьте с этим внимательны Я сейчас специально не буду записывать в этом видео Что на сегодняшний день Потому что реально я пока его выложу в ютуб Уже все поменяется Вообще с ноября 2022 года Индийцы отменили полностью все ковидные ограничения И эрсубитху Но я делала визаран опять же в Таиланг И возвращалась с него 26 декабря 2022 года Каково было мое удивление, что на стойке регистрации в Бангкоке Меня попросили показать вакцинацию Причем все дозы и первые тоже Я конечно с ними поспорила там Повыпендрилась, потому что у меня это был стресс И мне было просто очень интересно, что бы было Если бы я им не предоставила QR-коды Которые они кстати еще проверили Наверное проверили, потому что я возмущалась Проверили на подлинность Это все у меня было Но мне просто интересно, что бы было Если бы все этого у меня не было После этого через энное количество дней Было официальное требование Заполнять эрсубитху и иметь отрицательную пациент Либо вакцинацию, если вы приезжаете Из Таиланда, из Японии, из Китая И еще из нескольких стран А потом через пару дней что-то вроде бы опять отменили То есть какие-то туда-сюда движения вперед-назад По этой теме есть Поэтому мои вам рекомендации Узнавать про актуальные ковидные требования У меня за 3-5 до отъезда У нас есть чат по Индии Куда вы можете задавать любые свои вопросы Пожалуйста, для них пользуйтесь Не пишите их мне лично Потому что у меня этот телефон Который вы видите на экране Он только для приема и оформления заявок Как природа, как погода Какой сейчас курс Где можно поменять деньги Где лучше жить Пожалуйста, задавайте в нашем чате Он специально для этого и создан Этот номер телефона, который на экране мой Он сильно-сильно перегружен И я там просто физически не могу отвечать На все такие вопросы Поэтому задавайте их, пожалуйста В нашем чате оформить электронный визор В принципе, это все можно сделать самостоятельно На официальном сайте посольства Консульский сбор можно оплатить Только самостоятельной картой Российской картой никакой не подходит Для этого вам нужно Либо закатать себе эту карту На скидку это будет стоить примерно 1040 Либо съездить в какую-то другую страну Например, в Казахстан Я летала специально в Казахстан Провела там 2 недели вместо одной Но это правда еще было летом Когда были цены более-менее адекватные Но все равно это вылилось в приличную сумму Оформить эту карту И только с нее вы сможете оплатить Отказы в Индию Каковы же их причины? Первое, это где-то если вы успели подзапороть себе историю Когда находились в Индию Второе, это неправильное самостоятельное заполнение Когда вы что-то не в то окошко добавили фотографию Не так написали данные, например, с того же пятилетнего паспорта Либо еще какую-то информацию некорректно заполнили Также может быть отказ, если вы все заполнили правильно Но из-за того, что у вас нет опыта, вы не знаете определенных фишек И вроде бы, да, все-все прекрасно заполнили А пришел отказ Например, почему это может быть? Ну, например, вы выбрали какую-то инту профессию Да, вы указали правду Ну, например, вы указали правду журналист Да, вот вы, допустим, работаете журналистом Хотите в Индию полететь просто на отдых Который никак не связан с вашей профессиональной деятельностью Заполняете заявочку И вот в один из таких пунктов Как честный и правдивый человек Написали вы журналист Вы мало того, что получите отказ Так еще и вас там в специальный списочек занесут Почему? Я не знаю Это я знаю уже из опыта Также есть там и другие опасные коварные пункты Которые я знаю именно потому, что у меня есть опыт А вот другие могут, конечно, с этим попасть Поэтому подумайте Стоит ее заполнять самостоятельно Даже если вы все хорошо знаете Либо можете действительно обратиться к агентам И вы давно этим занимаются Он уже очень много этих фишек просто знает Также знает в какое время и в какой день Лучше подать заявку Чтобы она побыстрее рассмотрелась Потому что в Индии очень часто есть праздники И если вы, не дай бог В какой-то из этих праздников Не нужное время отправите заявку А вам нужен результат срочно То она у вас может зависеть на неделю Только потому, что вы не в правильное время отправили заявку Вот мы эти нюансы Учитываем, потому что знаем их из-за опыта Пять лет все-таки работы с Индией Было уже на этом боролись Если вам нужно помнить заполнение заявок Или оплаты Вы можете обратиться к нам Я работаю с визами в Индии уже более 5 лет Рекламируюсь на сайте vizasam.ru Которая существует уже 10 лет У нас есть также каналы на ютубе Дзен канал, телеграм, чат Я думаю, все понимают, что за столько лет существования Мошенниками быть не можем Мошенниками мы быть не можем Либо нас давно прикрыли Потому что очень часто, естественно Люди опасаются за мошенничество в интернете И правильно делают Поэтому я и записываю эти ролики Чтобы вы меня видели Чтобы вы меня уже знали Можете посмотреть мои другие ролики От 2017-2018 года И посмотрите, что телеграм существует уже давно В Индии в Арамболе я нахожусь почти каждый год Уже 7 сезонов Тут же и встречаю очень часто своих клиентов Поэтому переводить мне деньги на карту Абсолютно безопасно Ни за каких 5, 10, 20, 30, 40, 100 тысяч рублей Я никуда скрываться не собираюсь Работаем честно Работаем быстро и четко Обращайтесь по поводу того, что здесь происходит Какая обстановка, атмосфера в Индии Нам здесь рады Ни разу еще При вопросе where we from Когда я отвечаю from Russia Ни разу никто бровью Не повел в каком-то негативном ключе Все welcome Все о Russia, Индия, друзья Либо ой, какая плохая ситуация Конечно, но мы все понимаем Мы людям Мы всегда все равно из России рады Поэтому здесь вы будете себя чувствовать Абсолютно комфортно Местные очень доброжелательны По отношению к нам Что по поводу тут денег Что брать Конечно же, из валюты Лучше брать доллары Они здесь лучше всего ценятся Причем чем свежее дата выпуска доллара Тем лучше Предпочитают индийцы Купюры крупные Соточки Курс всегда чуть выше Для них Но Здесь Что очень удобно Что можно рубли сразу поменять на руки Через менялца Наших соотечественников Можно так сказать Либо просто русскоговорящие Я не знаю там кто Кто они погражданствуют Здесь очень хорошо распространено Что вы сразу после выводите Там с того же Тинькова Им на карту в рублях Они вам сразу на личной рупе Хоть у меня есть и доллар И иностранная карта Я все равно выбираю способ Самый простой Это вот отдать Перегнать кому-то Рубли на карту И получить рупий Нариком Желательно сразу побольше брать Дождаться хорошего курса И взять сразу Побольше денег Да, придется Не очень удобно их хранить Под всякими матрасами Но что поделать Потому что Я например В 2022 году Застала тот момент Когда валюта Начала скакать Просто немыслимо И разница в наших валютах Стала офигеть Какая большая Поэтому В этот раз Когда я приехала Приехала в этот раз Супер рано для себя В октябре Я прям сразу Поменяла крупную сумму денег Сразу все проплатила квартиру Которую тоже еще сняла Достаточно выгодно Хотя вначале Очень ворчала Что А теперь сняла Сняла за 20 тысяч На небольшую квартирку В пяти минутах От нуля И была недовольна Этой суммой Мне хотелось за пятнарик Но потом я посчитала В принципе В рублях Тогда это и было Тысяч 15 Место хорошее Все меня устроило А сейчас Как я Начиная даже с декабря Была рада Уже этому прайсу Потому что цены Залетели Народу дофигища И весь народ Облюбовал север А именно даже Самый популярный Стал Арамболь Почему? Нет Не потому что Тут все так классно И здорово Просто потому что Блогеры в свое время Распиарили Очень хорошо Эту деревню И конечно Когда вы там Ищите информацию Куда поехать В Го Где там пожить Просто то Арамболь Но да Из-за того что он Такой дешевый Тут движуха Уже не дешевый Ну вот в плане Жилья уже Очень не дешевый Так вот Моя квартира За двадцатку Сейчас ее сдают Уже за 35 За 37 И жилья в Арамболе Нет вообще никакого Даже самые Самые стрёмные Жильезы Которые даже Бесплатно жить Просто не захотите Оно будет стоить Мне кажется Тысяча двадцати И я вам очень советую Рассмотреть Юг Го Там традиционно Всегда было дороже Чище Лучше инфраструктура развита Пляжи лучше Но из-за того что они были Более дорогими Все ехались на север Вот сейчас на север Поднялись цены А на юге Они особо не поднялись Остались те же Поэтому во многом Юг уже стал дешевле Мало того что дешевле Так еще и спокойнее В Арамболе Шум На дорогах Постоянные пробки Куча людей На пляж Особо не выйти Ну в общем Так себе Я днем остаюсь Потому что я Опять же успела снять квартиру По хорошей еще цене За 20 тысяч Сюда проплатила ее Вперед Поэтому в принципе Мне нету визона Особо куда-то Шевелиться в другое место Но вот Если вы собираетесь ехать Не в сезон Просто когда вы посмотрите Это видео Рассмотрите вариант Все-таки Юга Как всегда в каждом видео Напоминаю Прежде чем планировать Любую поездку Откройте свой загранпаспорт И посмотрите Сроки его действия Визу уже технически Невозможно оформить Если у вас срок действия Паспорта Меньше 6 месяцев Я знаю Как это обойти Но это так себе идея Потому что Визу там в принципе Я вам смогу организовать Но например Вы можете столкнуться с тем Что вам Оформите визу Будете счастливы Но вам не продадут уже билет Если у вас срок меньше Либо вы прилетите в Индию Вас может быть Какой-то пограничник Не захочет пускать Вообще у меня были случаи И нормально все проходило Но были случаи такие Что например Визу оформить смогли А человеку билет Уже не продали С таким сроком паспорта Поэтому посмотрите его заранее И загранпаспорт Тоже сделайте заранее свежий У детей Напомню Для электронной визы Тоже быть отдельный загранпаспорт Ребенок не может быть Вписан в паспорт родителя Обязательно Свой отдельный загранпаспорт Если у вас остались Какие-то вопросы Обязательно Добавляйтесь к нам В чат Телеграм И задавайте их Чем можно заниматься в ГОА Что как-то Кем можно работать в ГОА Самые востребованные Это Самые востребованные Здесь рынок Красоты Косметологи Барикмахеры Массажисты Доктора Также имеют спрос Те, кто чинят Настраивают телефоны Сама обращалась Например За починкой айфона Мастер на все руки Помочь что-то привезти Перевезти Собрать байк Такси Экскурсоводы То есть в принципе Здесь применить себя И заработать деньги Можно Также можно устроиться Там риэлтором Все это конечно же Неофициально Рекламируют люди себя По группам В Телеграме В интернете Там в фейсбуке Ну вот допустим К массажистам Часто к косметологам Бывает Чуть ли не неделю Приходится Подождать Своей очереди Поэтому это все Достаточно востребовано То есть можно Потребить А няни Работники детского сада Тоже Кто-то готовит Домашнюю еду И разводит ее Либо привозит На sunset market Да Это sunset market Здесь на пляже Такой там Люди все это продают Также всякие Репетиторы Английского языка Вообще Что традиционно Что сейчас Было Это очень Благоприятное Благодатное место Для того Чтобы просто Посидеть тут И полгода Где-то начиная Даже с октября Уже Можно по апрель Здесь просидеть В спокойствии В тепле Вкусно покушать Хорошо отдохнуть Здесь куча всяких мероприятий Проходит Йоги Футбол поиграть Клубы по интересам Собираемся играть В мафию Настольные игры Далее Когда уже начнется Мунсун Начинается Например Лето Можно поехать В горы Как раз в горах Начинается Где-то с конца Апрель Сезон Там уже Другой вайб Другие виды Но тоже Есть чем заняться Поэтому в принципе Виде Можно сказать Готовы принять нас Круглогодично Круглосуточно Всем спасибо За просмотр Этого видео Напоминаю Что если нужна Электронная виза Туристическая Либо бизнес Либо эксопермет Можете обращаться Камильку Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры